Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. И сегодня я хочу поделиться с вами о прочитанном, удивительном явлении, таком явлении, как время. Ну, я в своих еще первых, в первых видео, когда говорил о своих увлечениях, о том, что меня интересует, я упоминал, кстати, и в этот момент, что, так сказать, задумываясь, читая иногда о тех или иных фактах, что такое время, что такое пространство, как они взаимодействуют и так далее и тому подобное. И вот в очередной раз не так давно прочитала еще одну статью на эту тему, и вот возникла такая решимость довести до вас эти размышления о времени. Приводится случай такой, я, ну, уже читала, он задокументирован, он известен, то есть это факт, и никуда от этого не деться, это не вымысел писателей-фантастов. Значит, в 1990 году в Северной Атлантике половецкий траулер норвежский обнаружил внезапно на небольшом айсберге наверху женщину, ни много ни мало. Раздетую в платье, ползамерзшую, так сказать, мокрую, они ее подняли на траулер этот самый, стали спрашивать, отогрели там ее всякое разное, и когда стали спрашивать, кто она такая, она называла свое имя и фамилию, и рассказала о том, что она была на корабле, который потерпел крушение. Капитан, значит, траулер удивился, поскольку не получал никаких абсолютно сообщений о каком-либо крушении какого-либо судна. Вот, и эта женщина рассказала, что она, что судно это называется, не удивляйтесь, наверняка уже догадались, «Титаник». Она рассказала, что на этом «Титанике» она вышла из Саунинтона, из Англии, и, значит, 10 апреля 1912 года со своими двумя сыновьями, одному 6, другому 9 лет, направял «Титаник» в Нью-Йорк, где уже до этого ее муж, так сказать, освоился, нашел работу, жилье, и вот они должны были их встречать, так сказать, там, в Нью-Йорке-то в этом самом. Но, но, в ночь с 14 на 15 апреля корабль потерпел крушение, она оказалась вот на, там, небольшом айсберге, на околке этой льдины, и вот подобрали ее, куда те рыбаки, на другое утро. То есть почти полтора суток она провела на этом самом айсберге. Все это, конечно, удивительно. У нее в кулаке был зажат билет, который действительно был датирован 1912 годом. Так вот, что же случилось-то? 78 лет прошло с того времени. Ну, кстати, траулер, значит, до Осло добрался, вызвали бригаду врачей, те ее забрали в психиатрическую клинику, устали ее всяко-разно там обследовать, осматривать и так далее, так удобно. Множество врачей пришли к выводу, что она совершенно здоровая. Ну, капитан-то при ее рассказе сразу пришла мысль, что женщина не в себе, сумасшедшая, безусловно. Но как бы она могла оказаться вот в Северной Атлантике, на этом айсберге и рассказывать такие вот невероятные истории. Ее обследовали, всяко пришли к выводу, что она совершенно здоровая. В воде-то, кстати, она была тоже в моде начала XX века. Выговор, так сказать, ее соответствовал тому времени, все же течет, все изменяется. Вот таким вот образом. То есть женщина – это не призрак, не кто-то женщина воплоти. Вот это вот подтверждение, что это такое за время-то, куда оно подевалось-то, почему вот так-то случилось. И таких случаев множество приводится, задокументировано таким образом. Можно проверить. Кстати, вот эту женщину проверили по спискам Титаника, пассажиров. Она действительно назначилась под номером 213, вот именно на этом самом Титанике. То есть она и правда была на этом корабле. Ну вот таких историй множество и множество. Пропадает целая, значит, поезда, самолеты, корабли. И мы уж не говорим об одиночных случаях таких вот. Я вспоминаю тоже описан случай в документах, как в начале 20 веке тоже внезапно в поезде, в поезде, в купе, материзовался китайский мальчик. Одет был, значит, в рясу, соответствующий монах, напишет. Испуганный до нелья, просто до зуба у него стучали, весь он дрожал. Где я? Что я? Куда я? И вот его, когда высадили с этого самого поезда, тоже поместили в психологическую клинику, естественно, потому что мальчик сказал, что его зовут вот так-то, так-то. То есть он действительно из Китая обнаружен был, вот в России. Что век-то у него, ну, по его, так сказать, часам, вовсе даже где-то 17-й, нет, даже 16-й, что-то типа в этом роде, а может даже и еще дальше, где-то начало второго тысячелетия. Вот какое-то время он находился в этой клинике, есть история болезни, то есть, сказать, с ним беседовали неоднократно, его обследовали, тоже признали его совершенно как бы здоровым психически, а потом он внезапно исчез. Вот как появился внезапно, так внезапно же и исчез. И вот тогда уже позднее обратились уже к китайским, коли знали, в каком он монастыре этот мальчик был, то обратились вот к летописи монастырским, вот этого самого монастыря, и действительно обнаружили, что именно тогда, в таком-то веке, который он и называл, внезапно исчез вот такой-то, такой-то и сякой-то. Всё это задокументировано. А потом, значит, имеется запись, что спустя какое-то время этот мальчик вновь вернулся, так сказать, чик, и вот он монетизовался. И стал рассказывать удивительные вещи, что он видел летающих железных птиц, огнедушащие, значит, змеи, ну, то есть паровозы с вагонами, и массу ещё всяких разных удивительных вещей, совершенно, конечно, непонятных в то время. Поэтому, так сказать, если с точки зрения, вот как пишется в статье, время линейно и необратимо, так сказать, это Ньютоновая теория, это ещё по тем временам как бы считалось. Энштейн опроверг эту теорию Ньютона и свои исследования проводил, он считает, если образно представить, время это как река со множественными рукавами, отвихлениями, завихрениями и так далее, и тому подобное. Ну, доказать, конечно, чисто теоретически невозможно. То есть время, видимо, не пришло для времени. Вот таким вот образом. И современные учёные вовсе не отрицают подобного рода. Ну, против фактов ты не попрёшь, только надо подвести теоретическую базу, а вот здесь вот трудности возникают. То есть при современном развитии математики даже вот рассчитать-то как бы это невозможно. Но учёные этим занимаются, работают в этом направлении и теряют надежды, что всё-таки добьются успеха. То есть интересует один американец из Калифорнийского университета японского происхождения. Он прямо говорит, что мне очень интересно бы узнать вот эти вот таинственные весьма моменты, что такое время, что мне бы хотелось бы подвести теоретическую базу узнать. И а был ли вот этот большой взрыв, когда образовалась Вселенная, и что было до него, и как это всё развивалось, что такое чёрная дыра, и почему она искривляет пространство и время, и так далее, и тому подобное. И само время. Ну, учёных, прежде всего, конечно, коль факты говорят о том, что время вот таково, что внезапно исчезает объект материальный, а потом так же внезапно появляется, но множество, конечно, не появляется вовсе, то есть где-то застревает в какой-то петле навсегда на вечность, наверное. Трудно представить, даже как бесконечно, так ведь, так вечность. И вот, значит, таким образом, главное для учёных-то подвести теоретическую базу, с чем у них пока получается плоховато. То есть речь здесь идёт об управляем, так сказать, перемещениях, о времени. Пока это ещё не дается. То есть вот эти перемещения, они как бы спонтанные. Это удивительно всё-таки, что всё остаётся как-то. То есть если параллельные миры перемещаются, тогда в каждую минуту, в каждую секунду в прошлое можно переместиться, но и в будущее тогда оно действительно возможно. Либо неизменно, либо идёт по разным путям, потому что вот как вот и сновидящие, например, настоящие видят прошлое, видят будущее, то есть оно уже есть сейчас, здесь и сейчас. То есть нет прошлого, нет будущего, есть здесь и сейчас, вот ежесекундно. Это трудно, так сказать, невозможно осознать, но тем не менее, как вот пишет этот американский учёный, книжка у него есть, такая физика невозможна, вот об этих проблемах он там рассуждает. Вот об этом я сегодня и хотела вам рассказать, о том, что это не прерогатива писателя фантаста, хотя я как-то читала, что один монахт, так сказать, из Ватикана, он очень увлекался вот этими старинными, ещё до нашей эры греческими, забыл, как это называется, типа оперы, вот эти вот пения. И вот работы, и до нашего времени дошли буквально, так сказать, обрывки вот этих вот, партитур, таких вот оперы, и сильно ему хотелось вот в натуре послушать, что это такое, и как это, и как. Вот он наработал это направление, но, видимо, так, что, когда человек много работает, много изучает проблем, всё это зреет, 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 и в оконцовке, как Медельев всё время, говорим, что думаете, что мне приснилась, вот эта система периодическая, вот просто так взяла, и ни с того, и с сего. Я всю жизнь положил на работу вот с этой системой, и когда она сформировалась, то есть, когда пришло время, вот она и вылилась вот так, как она есть. Они же идеи витают в воздухе, как бы не случайно же, многие открытия совершаются одновременно в разных точках земного жара, то есть, пришло время, и вот осенило сразу нескольких в этом смысле. Так вот я читала, что вот этот самый монарх, дошли какие-то слухи, что он действительно изобрёл машину времени, то есть, какое-то вот устройство, если будто в Ватикане, оно до сих пор хранится. Там же очень много секретов, масса, что никому, ни при каких обстоятельствах не показывается, и допуск, да, совершенно запрещен. Вот на этом и всё, поэтому до свидания.